Накануне пара крайне дерзких и юных грабителей отработалась по салону сотовой связи в самом центре Екатеринбурга в доме номер 13 по улице Карла Липкнихта, почти на углу с проспектом Ленина. Это то самое место, которое никогда не спит, благодаря чему даже ночью светло, что и позволило очевидцу снять про это дело маленькое кино. Но исполнитель главной роли собирал добычу внутри офиса, куда он запросто попал, всего лишь выбив оконное стекло, а актер второго плана на переднем плане ждал под окошком и держал рюкзак шире. Такая тактика позволила им прийти к успеху. Может быть, если бы гребли вдвоем, то утащили бы и больше, но тут главным было унести ноги. И в конце концов победителей не судят. Впрочем, коммерсанты на этот счет имеют иное мнение, и в пятый отдел полиции они обратились, чтобы все-таки обеспечить правосудие. И все шансы на это есть. Вопреки устоявшемуся предубеждению, полиция очень эффективно работает по поиску и отлову магазинных воришек и доходят дела до суда. Но там, по причине малолетства и тому подобное, над ними сильно не лютуют, реальные сроки им дают нечасто, и получается часто, что одни и те же кадры отлавливаются и во второй, и в четвертый раз, порой уже имея по 2-3 судимости и условных приговора суда. Но это все в будущем. А пока полиция ищет, а коммерсанты калькулируют ущерб и, наверное, размышляют о том, что подобная открытость без модных в 90-е решеток при сегодняшних реалиях может быть и излишней. Субтитры подогнал «Симон»